Я долго думал над этим моментом аналогия точка и события. Вопрос у меня такой. Если мы имеем в виду точку, материальную точку, то она как бы в пространстве именно имеется. Многомерно, что событие же имеется в пространстве времени. Если мы говорим о движении точки, то она меняется уже во внешнем моменте, то есть во времени. У нас же имеется теперь новое понятие события. Оно уже именно в пространстве времени. Если оно будет, скажем, что-то такое называется движением этого события, то в каком измерении оно движется? То есть получается, что если мы имеем в виду точку, оно в трехмерном пространстве, то тогда к нему добавляется время, и оно должно движется во времени. То событие, оно в четырехмерном пространстве, значит, мы должны добавить какое-то измерение, пятое, и тогда оно движется. Это первый момент. И второй момент. Если точка движется свободной, то движется промолинейная, равномерно, то как давно движется? Значит, по поводу разницы между материальной точкой и материальным событием. Материальная точка – это сфера нулевого радиуса в трехмерном пространстве. Согласны? Она действительно точка. А материальное событие – это сфера нулевого радиуса псевдоэвклидового типа. Она не может быть точкой. Сфера нулевого радиуса – это световой конус. Поэтому материальное событие, оно трехмерно изначально. Это сфера нулевого радиуса. Это первое. Второе. Да, если мы представляем себе материальную точку, зная, что мир наш четырехмерный, вы добавляете к трем измерениям четвертой, у вас точка материальная имеет дополнительную степень свободы и может перемещаться, создавая мировую линию. В четырехмерном пространстве времени элементарные частицы, элементарная точка – это линия, ниточка. Это вся судьба этой материальной точки от минус бесконечности до плюс бесконечности, перед большого взрыва до следующего большого хруста. По поводу событий. Они не мировые линии в четырехмерном пространстве времени. Это изотропный конус, световой конус. И он никуда не движется, он просто существует. Событие вы характеризуете не движением, а событие вы характеризуете местом расположения вершины. Вот есть вершина события, и от нее пошел в прошлое и будущее световой конус. Вот у вас это событие есть, и оно вплетено в ткань других событий. И есть гипотеза о том, что из событий материальных можно создать мировую линию материальных точек. Таким образом, если вы множество материальных событий разместите вдоль некоторой кривой мировой линии, с равномерной плотностью зарядок этих гиперболических, то вы получите элементарную частицу или материальное тело, материальную точку. А вот из материальных точек и их мировых линий построить материальные события вы не можете. То есть материальные события более фундаментальное понятие, чем элементарная частица или материальная точка. И они, материальные события, никуда не движутся. Это факт мировой истории. И наш четырехмерный мир это огромное множество элементарных событий, часть из которых воплотились во мировых линиях элементарных частиц, а часть существует в виде этих самых событий, в виде тех или иных взрывов сверхновых, столкновений галактики и других переходов. Я хотел спросить, а ты сказали, что есть какие-то указания на то, что существуют эти гиперболические поля и так далее. Вы так поминули, что есть указания. Какие указания? Не то, что существует гиперболические поля. И передача информации от источника к детектору со скоростью больше световой. Но какие данные? В частности, это данные о том, что можно наблюдать факт восхода того же Солнца над горизонтом на 8 минут раньше, чем он оптически появляется. Потому что разница для скорости света, пока фотончик оттуда вышел, к нам пришел, как раз 8 минут. А зарегистрировать, что Солнце, что взошло, есть инструменты, которые позволяют, по сути дела, мгновенно, по астрономическому времени. Но есть еще и другие. В частности, Козыева опыты, знаете, с наблюдением этих звезд, как настоящего видимого положения, так и даже новичного. Это тоже из разряда того, что если эти данные не были и не ошибка экспериментатора, хотя Козырев блестящий астрофизик, во всех остальных аспектах, которые он предсказывал, за которые мы первоначально крутили у виска, в частности, вулканизм в Луне, он в последующем получил медали Гагарина и стал замечательным нашим ученым. А вот в области его исследований по времени до сих пор крутят у виска. Я считаю, что он сделал эксперимент достаточно корректно. Такой эффект вполне может быть объяснен при помощи гиперболического боля. И я считаю, что более тонкие повторения этого эксперимента в недалеком будущем, и факт того, что мы можем действительно при помощи некоторых специальных датчиков наблюдать звезду не только в ее оптическом положении, но и в прошлом, и в будущем, блестяще подтвердится, что еще один памятник или еще одну медаль Гозыреву дадут. То есть, короче, вы хотите сказать, что это подтверждать теорию Гозырева, которая уже известна? Нет, у Гозырева, я считаю, нет теории гиперболического поля. Он говорил о причинной механике. Он пытался это сделать в рамках геометрии Менковского. В саму геометрию Менковского он особо досконально не знал, он все-таки был астрофизиком, а не физиком. С ни о каких таких вещах, как потенциал а-ля Ньютона и фундаментальное решение он и не говорил. У него были очень простые формулы, которые он рожал, скорее, интуитивно, и он пытался их проверить. Сейчас у нас есть возможность взглянуть в более глубокие позиции на представление Гозырева, дать им объяснение, дать положительную поддержку. То есть я за даже такие эмоциональные и отрывочные исследования, которые он проводил, но это лучше, чем ничего. В общем, связь у вас четкая, есть истерика. Спасибо. Еще определение понятия времени. В стандартной науке каждое понятие опирается, в конце концов, на операции измерений с помощью каких-то приборов. Например, время стандартное. Это то, что часы показывают, вот они тикают, а потом мы говорим, что это длина мировой линии этих часов. И тогда у каждых часов своя мировая линия. И вот здесь в вашей теории альтернативной, как вы определяете на языке показаний каких-то конкретных ваших часов, понятие времени, это показания чего? Вот такой вопрос. Ну и там еще мелкие замечания, под логарифмом нужно безразмерные вставить вещи. Но это другое. Определение понятия времени. Потому что переменность времени, вы говорите, но само понятие переменности предполагает, что это переменность во времени. Поэтому получается логический круг. Понятно. Время через время определять. Тогда как мы должны исходить с показаний приборов, вот они что-либо, там операции, сезоноса. Каким прибором вы измеряете время, вот это гиперкомплексное время Павлова? Время не гиперкомплексное, и не Павлова. У меня самое обычное время, тем более, что временно мы вошли в пространство Менковского, а не в инферон пространство времени. Поэтому время у нас определяется точно так же, как бы вы определили пространство, как определил Менковский. Во всяком случае, до поры до времени. Что касается измерения. Измерять гиперболические поля. Можно концептуально точно так же, как мы привыкли измерять поля силовые. Что мы делаем, когда пытаемся определить высока напряженность обычного силового поля или низка? Мы берем два датчика. Всегда присутствуют два. Только они иногда объединены в один. Любой динамометр. Это две шкалы. Одна из них твердая, некая подставка, вторая пружинка. Максимально мягко реагирующая на внешнее силовое воздействие. И вы сравниваете между собой два показания. Как деформировалась условно жесткая шкала и как деформировалась условно мягкая пружинка. Исходя из того, насколько сильно деформировалось одно по отношению к другому, вы говорите, сильное или слабое силовое воздействие. С определением параметров гиперболического поля, то ли параметров поля времени, вы поступать должны точно так же. Вы должны взять аналог жесткой шкалы, то есть это тоже часы, только которые не подвержены влиянию извне, каких бы то ни было неоднородностей. И часы мягкие, которые будут отклоняться под воздействием небольших, даже неоднородностей вот этого гиперболического поля. И в своих экспериментах, которые мы начали с эксперимента про сание болванки, мы взяли двое таких часов. Одни часы у нас были условно жесткие, это осциллограф цифровой, в котором все записывалось, и вторые часы условно мягкие, это кварцевый генератор. И мы смотрели, как одна и та же гиперболическая волна от источника гиперболического поля в виде удара влияла на относительные характеристики способности этих двух шкал реагировать на окружающее воздействие. Мы зарегистрировали следующее, что между показаниями этих двух разных шкал существует разный отклик. Какие из них жестче, какие мягче, и насколько вообще они сильно отличаются друг от друга по отклику на гиперболическом поле, мы пока не знаем, мы только в начале пути. Но мы показали, что осциллограф отвлекается на воздействие от болванки в гиперболическом поле, иначе, нежели отвлекается два времени. Конечно. Время сциллографа и время... Вы все измерения должны делать по отношению друг друга. Условно неподвижный или условно жесткий, условно мягкий. Или могут быть оба мягкими, но просто одно быть отлично от другого. Никаких чудес мы здесь не изобретаем. Мы не изобретаем новых детекторов. Правильно? На тех пор, пока нас не начнут понимать нормальные физики, говорим на языке пространства времени Менковского, отказавшись на какое-то время от финсеровой геометрии. И здесь у нас минимальное отличие от обычного. Но только обращаем внимание на то, что если искать решение лунового уравнения не через подстановку в правую часть дельта-функции, которая не имеет прямого отношения к сверической симметрии, а взять истинно сферически-симметричное в тем, что в смысле воздействия, то есть размазать его по световому конусу, то решение будет не требующее обобщенных функций, как там, а самый обычный ньютоновский потенциал только с интервалом в квадрате вместо первой степени трехмерного расстояния. И даже вот в этом простом нашем нововведении мы с большим трудом добиваемся заинтересованного внимания. Вот посмотрите на вещи максимально непредвзято, забудьте о наших пристрастиях к финсеровой геометрии и почитайте вот двадцать первый номер, в котором есть разложенный по буквально по строчкам вывод. У вас в разных телах разное время. Правильно, это в разной плотности можно рассматривать, в разной плотности времени, причем разного качества. Единого времени, конечно, нет. Единого времени уже не на размер, а размер это световое время. А вот адрес пространства, вот если вы рассматриваете время как тоже как пространство, вы всегда можете изогнуть пространство так, что оно будет в определенном направлении. Мне нужны прибор, чтобы вот такой-то прибор, сделать то-то и показать. Значит, у вас есть 16 метра, только на таких экспериментах, может быть, обнаружить? Нет, нет. По поводу 10-14 метра, это мы говорили, по правках, которые нужно внести потенциал Ньютона, если мы хотим воспользоваться идеологией нашего фундаментального решения, а не обычного. Тогда это проявляется. А говоря о генерации и детектировании гиперболического поля, мы можем, и мы показали, что можем с этими источниками и детекторами работать на расстояниях в несколько сантиметров. Никаких ограничений нет. А методика измерения временных интервалов остается той же самой. Нужно только чуть-чуть переключить сознание с Ньютоновского или Эйнштейновского представления о времени как одной из координат пространства времени на симметрии, которые порождены сначала алгеброй двойных чисел и потом для многомерных. Гиперболийское поле – это добавка к Ньютонову на большую процедуру? Нет, нет. Это добавка только, когда мы говорим о взаимодействии чисел. Я сделал свой выбор, что мы или в этом мире живем, или в этом. И приборы должны однозначно показать. Гиперболическое поле – это физическая реальность, которая связывает между собой не материальные точки, а материальные события. И эта реальность отвечает симметриям пространственно-временным. Если вы хотите работать в пространстве времени Менковского, то возьмите симметрию пространства времени Менковского. Я же решаю волновое уравнение Менковского. Оттуда получает решение заряд, деленное на интервал квадратик. Нет здесь никаких новых представлений ни о чем. Только есть другой взгляд, для чего вводится это поле, что является его источниками, и что связывает одно событие с другим. Производитель физиков – понятие материального тела, материальной точки, элементарной частицы. Посмотрите более внимательно. Я протеста от пинцеровой геометрии как более декладной. Я сказал, на несколько лет я забыл о пинцеровой геометрии. Я сейчас говорю про пространство времени Менковского, где тоже есть рудименты, жалкие, но все-таки нетривиальные, гиперболического поля. И готов доказывать о его существовании на примере даже вот этих вот огрызков. Все-таки мне кажется, что если мы придем к понятию… Это вопрос? Вопросы? Нет, не комментарии, просто именно вопрос. Время, как кротовые нора. То есть вы фактически каждый раз можете делать свою кротовую нору либо длинную, либо короткую. Я не понимаю кротовых норов. Вы, например, можете на двумерного этого самого, если возьмете бесконечную двумерную плоскость, то перейти от одного конца до другого, там постоянное время. А если вы эту же двумерную плоскость как камеш, как вот так вот возьмете… Я не так говорил, но я не говорю. Нет, но вы фактически, который уже вот эта плоскость, бесконечная плоскость превратилась вот в двафрактальную структуру. Не согласен с вашей трактовой. С короткими вероятными расставить. Нет, не согласен. Нужно ли в связи с видоизменением, точнее с расширением понятия материальной точки или там события, каким-либо образом пересматривать принцип неопределенности Газенберга? Не знаю. Наверное, да. Потому что мы перешли в другую физическую парадигму. Вся современная базируется на материальной точке и взаимодействии элементарных частей. Потому что все поля известные, фундаментальные, они связывают между собой элементарные частицы. Сейчас пока речь идет об аналоге классической теории поля, бетоновой. Следующий шаг – аналог специальной общей теории относительности. Они тоже отличаются, потому что в специальной и общей теории относительности не работают комфортные преобразования. Уже на комплексной плоскости, то есть на нашей двойной плоскости, есть группа комфортных преобразований, которая позволяет уйти от бедненькой группы Лоренса или Пуанкаре, связывающих между собой инерциальные системы отсчета, за счет нелинейных симметрий, связать между собой пары или несколько неинерциальных систем отсчета. Потому что любое нелинейное комфортное преобразование преобразует у вас пару параллельных прямых в пару чуть ли непроизвольным образом искривленных мировых линий. Теория еще не создана. Кокарев ее заранее назвал комфортной специальной теорией относительности в двумерном пространстве времени. Когда она будет построена, можно будет говорить об аналоге специальной теории относительности, а аналог квантовой механики возникнет не ранее, чем будет построена эта конструкция. Мы пока к этому не приступили. Здесь есть масса более простых вещей, на которые мы не получили ответов, и перепрыгивать через ступеньки не умеем. Можно вопросы? Скажите, пожалуйста, вы говорили об аналоге закон сохранения энергии. Чуть-чуть об этом. Можно несколько слов? Как определяется, да? Вводя понятие гиперболического расширения энергии, и говоря о потенциальной гиперболической энергии взаимодействия двух материальных событий, мы вводим величину, для которой тоже можно сформулировать закон сохранения. Только этот закон сохранения будет уже работать для систем, в которых время существенно неоднородно. То есть нет трансляционной инвариантности по времени, как это было необходимо для формулировки обычного закона сохранения энергии. И сформулировать вы этот закон можете уже не для двух изолированных в пространственном смысле систем в разные моменты времени, а сформулировать должны для двух миров. Вот если у вас есть один мир, четырехмерный, полностью замкнутый вселенный, и есть вторая вселенная, такая же гипотетическая, допустим, которую вы хотите сравнить и утверждать, что у них общий объем вот этой вот гиперболической энергии одинаков. Вот для них этих двух систем, для этих двух миров вы можете сформулировать, что в случае, если, допустим, гиперболические заряды здесь суммарные и здесь равны, то, соответственно, общий запас потенциальный, там, аналог кинетической и других видов гиперболической энергии там и там одинаковый. Будет ли полезен такой закон или нет для приложения, потому что мы имеем дело с замкнутыми в четырехмерном смысле мирами, я не знаю. Но сформулировать его можно и нужно на теоретическом уровне. Рассматривать теоретическое множество виртуальных вселенной мы имеем право как простых, так и сложных, так и близких к нашей реальной вселенной. Это мысли, как это должно быть. Даже были попытки сформулировать этот закон. На одном из докладов я это делал, но сейчас не хочу возвращаться, это будет целое отдельное сообщение. Когда Вы рассматривали процессы, происходящие на аналоге плазменных вакуумных диодов, Вы там показали, что образуется там очень много... Это показала лаборатория, которая нас опередила. И не зная ничего о нейтрополических вещах, сделала... Как Вы, с точки зрения Вашей модели, объясняете появление новых элементов? Если эти ребята действительно умудрились создать гиперболическую линзу и сфокусировали недалеко от геометрического центра своего анода вот эту гиперболическую точку фокуса, это означает, что в этой точке гиперболическое поле увеличило свою напряженность по сравнению с фоном, который будем считать единичным, в тысячи раз. Что такое увеличение в тысячу раз напряженности гиперболического поля? Во время сжали в тысячи раз. Оно ускорилось там. Каким процессом наличие градиентов времени? Ведь рядышком время осталось в прежней напряженности, а здесь в высокой. У Вас возникают целые громадные перекосы. И какие там возникают пространственно-временные процессы, пока можно только догадываться. Я говорю, и оттолкнусь от аналогии. Когда мы концентрируем обычные электромагнитные лучи на листочке бумажки, мы вправе ожидать появления химических реакций? Ведь в лучах света перед линзой и от Солнца до линзы никаких серьезных химических воздействий на бумагу. Вы можете испарить металл, но извините, у меня железо будет чистый нет никогда. Логика-то простая. Как бы ни были, у Вас много опытов проведено с аннигиляцией. Не надо. Аннигиляцией, Рома, как он? Я задал вопрос ему, не вам. Мой ответ. Подобное рождает подобное. Когда мы смотрим на процессы, происходящие в пятнышке за линзой оптической, мы в миниатюре воспроизводим те процессы, которые породили этот свет. То есть то, что на Солнце. На Солнце высокая температура, на Солнце идут химические реакции. Соответственно, и здесь у Вас проявляется из-за концентрации электромагнитного поля примерно то же, что и на Солнце, что в миниатюре. Сейчас я хочу ответить. В источнике гиперболического поля, если этим источником является большой взрыв, помимо химических реакций, из-за экстремальных условий, должны были все это предназначить и ядерные реакции. Поэтому и в точке фокуса, гиперболической точностью, то есть на световом полносе, где фокусируются гиперболические лучи от большого взрыва, может идти черти что. В том числе и те процессы, которые когда-то, как предполагают, шли в событии большого взрыва. Это гипотеза. Это еще не факт. И то, что у ребят в этом эксперименте проявилось именно гиперболический рецепт, тоже пока еще не доказано. Доказу сделали они и видим, и подтверждаем, что они предоставляют фотографии и анализы, но тоже будем отдавать эти результаты, если увидим эти розочки, раскрывшиеся на анализе, если нам подтвердят, что там действительно появилась из меди вся таблица Меделеева. Только после этого более-менее серьезно поверим в результат. Финансирование Коломойским, приватбанком, исполнение в лаборатории Протон-21. Откуда и заявление у киевлян, что они скоро обойдутся без ядерных реакций и так далее. Другое дело, что не обойдутся, потому что они истратили 10 миллионов долларов от Коломойского на создание этой лаборатории. Сейчас он этому проекту охладел. Планируется передать все это дело с Кокомом в Израиле. Так что в Израиле давали первое. Нет, это эмоции. Короткий вопрос. Это не эмоции, это как раз. Нет, у меня вопрос. Два коротких вопроса. Мир Геннадий, присоединяйте уважение на два вопроса. Первый. Время в вашем подходе. Это субстанция или атрибут субстанции? Это первый вопрос. И второй вопрос. В каком мире мы живем? Природа сама уже выбрала какой-то мир и его структуру. Так эта структура описывается наиболее адекватной метрикой Берла-Джемуора или комбинацией метрик, или метрикой его вселенной относительности. То есть в каком мире мы живем с точки зрения структуры пространства времени. И первый вопрос. Время это субстанция или атрибут субстанции? Когда вы говорите о субстанции или атрибуте субстанции, вы исходите с понятием материальной точки и фундаментальности именно их. Вы обсуждаете? Нет, я не пишу. Сейчас, я отвечу. Вам не понравится. Да нет, я с пинозами веду никакой материальной точки у пиноза не было. Это 14 век. У него элементарных частиц не было, но только он мыслил по при помощи. Понятие субстанции у него есть, каузасуи. Субстанция подразумевает наличие частиц. У козырева это субстанция, у вас тоже субстанция. Это философское опровержение. Вы хотите мой ответ услышать, а не свой? По-моему, то, что называется субстанцией, атрибутом, базируется на понятиях частицы. Когда мы говорим о первичности понятия материальное событие, мы отказываемся от частиц как исходного понятия физики или философии. Мы переходим на другой уровень. И поэтому, говоря ответ на ваш вопрос, что такое время, я скажу так. Так, это поле, могу даже заранее, еще мне до этого аргументов сказать, что это поле тензорное четвертого ранга. Спинорное, а это более общий. Спинорное? Нет, спинорное. Нет, спинорное это подразумевание квадратичное. Это подразумевание на подхода, на полуцелый спин. Давайте на комментарии принесем. Ну, да. Вопросы, вопросы. Давайте на еще... Ну, в каком мире мы живем? Все-таки там метрики Бермальда-Морда. По моему убеждению, что мы живем в метрики Бермальда-Морда. Для того, чтобы меня понимали, я готов говорить о гиперболическом вопросе. Не поняла? Нет? Больше вопрос. Сейчас. Давайте. Только вопрос. Нет, нет, вопрос. Именно вы все время употребляете слово неоднородное время, да? Неоднородность времени. Неоднородность времени. Несостоятельный тиран. Подождите, пожалуйста. Неоднородность времени. Так вы все-таки понимаете под неоднородностью именно неоднородность некой скорости течения времени? То есть, получается, у вас есть велика реперная вот эта шкала динамометра жесткая? Или это все-таки многомерность, как вы на самом деле в первых выпусках четко, сейчас фактически частично ответили, что мы живем на самом деле в многомерном времени, то есть, что время, что пространство, это одно и то же. Это просто наша интерпретация нашим сознанием, и все. Я говорил о времени, как о симбиозе нескольких видов полей. Начиная со скалярного, продолжение векторное, дальше тензорное, второго, третьего и четвертого ранга. Мы получаем скалярное поле из решения волнового уравнения. Я его не с потолка посмотрел, не как козырев интуитивно видел, а просто честно вместе с Кохолевым решил волновое уравнение для асферической симметрии, в техдовиквидном смысле. Получил скалярное поле. Хотите от него перейти к векторному полю, аналогу силового? Вот, берете градиент, получаете векторное поле, которое уже не скалярное, а характеризует вам векторную величину и дает аналог закона Ньютона. Хотите перейти к тензору второго ранга? Пожалуйста, по правилам математики, подифференцируйте по двум компонентам, получите двухиндексное. По трем, пожалуйста, по четырем. Это тоже время будет? Это уже будут характеристики. Векторное – это напряженность. Тензорное еще не придумали название, как называть эти компоненты. Все идет от вашей уверенности, какую метрику вы положите в основу. В данном случае положена метрика пространства-времени Менковского. Здесь тензорности четвертого ранга вы не получите, если только не будете какую-то из пальцев высасывать, не пользуются никогда. Вы здесь максимум получите тензор второго ранга, как мы имеем дело с гравитационными электромагнитными полями. И вообще говорить о поле времени полноценном, которое использует те симметрии, в которых метрика пространства-времени Менковского, здесь невозможно. Но мне пока это не нужно. Мне нужно только, чтобы вы обратили внимание на это фундаментальное решение и возможность перейти к векторной характеристике. Все. А если вы хотите меня лучше понять и услышать, что я говорю о тензорных величинах, тогда нужно об этом забыть. Перейти в метрику Бервальдемора. Вот в эту. Уже не это решение получать из волнового уравнения, а решать вот это уравнение, получать вот это решение. И вот в рамках этого скалярного поля, это же потенциал, скаляр. Чтобы получить из него весь набор тензоров, нужно дифференцировать этот потенциал. По разным переменам и смешанно. И будете получать матрицу четвертого ранга. И вот эта матрица будет аналогометрического тензора, где 256 компонент вместо 16, как у метрического тензора, и 35 независимых вместо 10, как у метрического. Когда мы научимся работать с этим тензорным полем, мы тогда скажем, что мы более или менее с тензорным полем временем разобрались. А пока мы со скалярным и векторным не разобрались. И вы не хотите разбираться, потому что не воспринимаете логику материального события. Ну да, и только я хочу вопрос. Мне кажется, что время — это атрибут. Да, извиняюсь, что вы, наверное, оценивали. Такой интервал времени нужно для герборических лиц, чтобы засечь большой звук, получить эту информацию. Вы говорите о фокусном расстоянии? Ну да, у вас же четвертая кардинада, чтобы тогда предъявить какой-то раздель. Нет, мы ожидаем, что нам удастся создать такой процесс, который формирует гиперболическую линзу, что фокусный интервал будет достаточно маленьким, чем чтобы увидеть последствия, но в то же время достаточно большим, чтобы можно было вывести сам фокус вот этого события, образа из железки, на которой фокусируются электроны, в ту сторону. Удастся ли нам это сделать в первых раз или нет, не знаю. Хотелось бы, чтобы фокусный интервал в пространственном смысле измерялся сантиметрами. У ребят, которые провели эксперимент, фокус, по сути дела, в центре анода, то есть у них фокусное расстояние крайне маленькое, и по пространственной, и по временной компоненте. И они увидели, они же регистрируют воздействие. Надеюсь, что это же увидим и мы, только мы хотим в дополнение к их результатам смещать по своему желанию место вторичного взрыва, взрывообраза, в любую точку, по крайней мере, лабораторной установки. Если мы этого сможем добиться и сможем сделать прогнозируемо, то есть поколдовали-поколдовали, сейчас мы справа в двух сантиметров взорвем, потом слева. И если увидим, что нам подчиняется эта закономерность, все, мы констатируем, что мы правы, и можно заниматься уже конструированием передатчиков, гиперболических и каких-то устройств и так далее. Вот по этой формуле можно спросить, которая вот у вас логарифм f, логарифм квадрат f, f это размерная величина или безразмерная? Под логарифм должна быть только безразмерная. Безразмерная. Тут внизу можно сказать размерный, должно характерный интервал задачи стоить. Это решение для бесконечно тонкого шара, нулевого радиуса. Это оболочки шаровой оболочки. Да, да. Я неправильно поняла, что вся энергия большого взрыва будет сконцентрирована на стенке. Сейчас вы нас размножили. Вы сложили логики. Мы должны рассматривать не понятие энергии большого взрыва, мы должны рассматривать гиперболический аналог энергии. То есть мы должны рассмотреть таймергию большого взрыва. Это другая величина. И когда мы говорим о последствиях фокусировки, фокусироваться будет тоже таймергия. А вот перейти от этой таймергии к обычной уже пространственной энергии, это уже вопрос следствия. И сохраняться тогда будет поток этой таймергии. Сколько таймергии вошло, плотности на трехмерную гиперповерхность этой гиперболической линзы, столько ее и сфокусируется в виде потока. Только плотность потока увеличивается. Вот этот... А лучше не логинское, а кому-нибудь славянское придумать. Все-таки время и энергия. Комментарии будут. Да, давайте рассчитаем сколько желающих выступить. Комментарии после этого отведем время на одно выступление. Меня на слушательнику не понимают просто. Желающие выступить. Комментарии. 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 Будете выступать? Нет? Вопрос. Нет. Вопросы закончились. Раз, два, три, четыре. Ну, по три минуты, чтобы не утомлять. Я слежу. Давайте. Ну, математически нет претензий. Можем строить любые идеальные объекты, любой размерности, любой сигнатуры. Вопрос о применении к миру, в котором мы живем. И, правда, уже выбрала какой-то мир с его структурами, метрикой и так далее. Так что наука всегда на месте, а фантазии тоже на своем месте, фантазии. И время только покажет. Я бы хотел делать конкретные замечания по поводу двойственных чисел. Ведь понятие числа обобщается. И обобщение является матрица. Ну, например, мнимое число это 2 на 2 матрица. Мнимое единице 0 минус 1, 1 ноль. А двойственное число это тоже матрица. 1, 0, 0 минус 1. Чтобы квадрат тоже бесследует, но квадрат равен. Да. Но что такое мнимое единица? Это единица приписана направлении. И мнимое единице это понятие числа нужно... Уже мне прошло полторы минуты. Еще за полторы минуты я закончу. Значит, понятие единицы надо приписать направление. И считать число это оператор. 3 это утрой. Мнимое единице или умножьте мнимое единицу. Это поверни на прямой угол. А два раза поверни, это уже квадрат. То есть это уже получается минус единица. Значит, это просто поворот. Но патернион это поворот уже вокруг трех осей в пространстве. Там дальше актанион и так далее. Это новая алгебра. Так вот здесь вот двойственное число. Непонятно, какая за ним стоит операциональная вещь. По сути... Это самое только в пространстве времени. Но это не поворот. Это уже гиперболический поворот. Гиперболический поворот. Гиперболический поворот. Как мы... Как мы... Что биржмин такое меняется? Нет, нет, нет. Я говорю, что это вот число... Это диагональные матрицы. 1 на 0, 0 минус 1. Вот такие. И какая за этим физика стоит, я не знаю. То есть так просто вести двойственные числа и четверные числа, это можно. Но какая за этим стоит физика? Реально физика развивается так, что масса, это не масса, а это элемент какого-то тензора энергии, импульса, и там вводится плотность и так далее. Так что я думаю, что не в эту сторону должна физика развиваться. Вот это обобщение. То есть надо все время, чтобы мы аналогические стенки наткнемся и вернемся к стандартной физике. В этом и убеждении, насколько я себе физику представляю. Спасибо. Игорь Ильич, вот я занимаюсь основаниями теории геометрии пространства-времени. Я, значит, с удовлетворением отмечаю, что вы обращаете внимание на двойные числа, но я должен сказать вот что. Что согласно моей точке зрения, в природе реализуются обе возможности и комплексные числа, и двойные числа. В природе. Так вот, где реализуются двойные числа? Значит, всем известно понятие хроногеометрии, которое использовала Шеркот, так сказать, и Сингом, так сказать, и Блохинцев писал, и, так сказать, и философы и так далее. И куда это хреногеометрия? Так вот, значит, когда вы строите, так сказать, вводите две координаты с помощью хроногеометрии, вы как раз получаете сигнатуру плюс-минус. Это и соответствует, значит, вашим двойным числам. То есть это можно перелицевать на теорию двойных числ, она реализуется. Но известно также, что этого мало, только две координаты расстояния и время. Необходимо еще добавить две угловые координаты. Так вот, вот эти две угловые координаты, они как раз и связаны с теми комплексными числами, которые, так сказать, тоже дают две разметности. Так вот, я утверждаю, что в основании мира положено и то, и другое, но в равной степени и именно, так сказать, соответствующей вумерию. Ваша же теория, начиная от этого отрывается, и вы предлагаете, значит, оторвать, так сказать, нарушить эту симметрию между комплексными и двойными числами и для двойных чисел начать строить, так сказать, на любую размерность. Ну, теорию можно построить, вы ее строите, и я, так сказать, тут не имею никаких вопросов. Но, однако, тут у вас вопрос-то есть. Значит, когда вы берете только у вас двойное число на двой мере, у вас время определено, и все понятно. Время, так сказать, как с ним работать. Когда вы распространяете на большую размерность, вон у вас сколько конусов. Как тут время однозначно определить? Вот тут у меня большие, так сказать, сомнения, вопросы, с которыми очень многое другое связано. Так что вот я, так сказать, возвращаюсь к этому, я говорю, что вот мы здесь, согласен у вас, то, что говорил Росислав Пеотанович, значит, что это можно строить, так сказать, конечно, и можно задавать вопрос, гипотеза, так сказать, реализуется ли та, либо иная математика, физика. Полезно шатать все понятия, как они сопротивляют. Вот, но тут, конечно, вам должно повезти, понимаете? Я, конечно, рад был бы, если бы вам повезло. Наша контора занимает исследование вакуумного диода, много, намного лучше, чем у этого самого Коломойского. Я могу сказать свое мнение. То, что сделал Коломойский, это... А не Коломойский, а Дальонов. Ну, его, это лаборатория обрабовала. Шибко натянутые вещи. Значит, вам бы рекомендовал, поскольку мы эти вещи тщательно исследовали, и очень много, гнать два эксперимента. Одна и та же энергетика, и все то же самое. Традитория реализуется на вакуумном диоде. И то же самое на плазменном фокусе. Вы получите совершенно разные сигналы. Вот это будет, как мне кажется, доказательство. Плазменный фокус принципиально другой, другая вещь, хотя энергетика та же самая. И размеры те же самые. Ладно, а вакуумный диод то же самое. Но вакуумном диоде вы наткнетесь, потому что только они получили, хотя не получили в условиях, приближенном к оптимизионному коту. Все. То есть, с моей точки зрения, когда все эти первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой фунт, вот мне раз в месяц приходит какой-то фигик, кладет вот такую вещь. Как только вот эти подходят. И у каждого из них все ваши шесть фунтов лежат. Для нас это является началом, ну, так бы сказать, улицка крутить. Поэтому я бы это во всех ваших докладах, эти шесть фунтов убрал. Там дальняя космическая связь. Семь фунтов. Не заценивайте. Ну, нет. Я бы все брал, потому что каждый принесет эти семь фунтов. Добавляет связь с подводной лодкой, уничтожение реактора, аннигиляцию и так далее. Вот каждый месяц, я бы купил просто это уже чисто психологическое отторжение. А вот сравнить вакуумный диод с темноточным, с плазменным фокусом, при той же самой энергетике, все то же самое будет. 50 кВт, мегампер, частота. Вот на этом аргументации вы будете побеждать. Комментарий к своему вопросу хотел просто сделать. Почему этот вопрос возник? Несмотря на то, что принцип Газенбергон берется из квантовой механики, все-таки он оперирует теми величинами, которые можно рассматривать и за ее пределами вполне. Будет какой-то даже смысл, если в каком-то исследовании этим вопросом задаться именно на этой стадии, не вдаваясь в саму квантовую теорию. Согласен, что здесь связь должна быть, просто время для нас не пришло. Я хочу двигаться по мере возникновения понимания. Заниматься одновременно и комплексными, и двойными числами вместе мы собираемся. Простейшая алгебра, которая вмещает и то, и другое, называется алгебра бекомплексных чисел. Она чем замечательна? За ней стоит четырехмерная финсеровая диаметра, метрика комплексного пространства Бервольда-Мора, группа комфортных преобразований, также бесконечно параметрической, как за комплексными двойными числами, объединяет в себе и те, и другие с разных сторон, но в одном четырехмерном пространстве времени. В отличие от пространства времени Менковского, здесь не 15-ти параметрическая комплексная группа, а бесконечно мерная. И еще есть те самые скалярные полепроизведения, которые порождают большее разнообразие симметрии. Заняться сходу, не разобравшись двойными числами, не то что четырехмерными, комплексными, пространственными, работа с неверными, содержателем двойные и четверные и комплексные числа. А даже бикомплексными это авантюра чистейшей воды. Мы вот сколько, 30 лет, по сути дела, занимаемся двойными числами, я еще не могу сказать, что разобрались полностью здесь. Поэтому это просто дань последовательности решения проблем по мере их возможности решить. А так я целиком согласен с вами, с Менроузом, что нам даны обе эти алгебраические системы, и рассматривать мир нужно в их единстве и искать какими правительствами. Давайте я на этом подложу черту.